Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии новостей Таллина Екатерина Плехова началась новая неделя. И хотя спала жара, то и дело начинавшиеся дожди вовремя завершались, все-таки погода не омрачила мероприятия прошлой недели, которая была наполнена событиями, каждая из которых обязательно требовала хорошей погоды. Взять хотя бы 1 сентября. Но хотя солнце по-прежнему светилось сегодня только с утра, первый рабочий день недели напомнил нам, что жизнь состоит не только из праздников. И о том, как он прошел, расскажут вам новости Таллина. Так хочется начать выпуск с чего-то радостного. Хотя, конечно, к скандалу с премьер-министром мы вынуждены будем вернуться. Все-таки начнем с праздника. На расположенной в Пыхе-Таллине улице Вана-Каламая наконец-то завершилась реконструкция. Да еще какая! В результате работ на улице создано качественное городское пространство, способное украсить любой европейский город. Можно гордиться тем, насколько удобно и безопасно передвигаться там прежде всего пешком и на велосипеде. Не случайно само открытие улицы отметили трехдневным фестивалем. Тему продолжит Сергей Овченков. Ну что же, наконец-то к радости жителей и гостей столицы. Улица Вана-Каламая снова открыта для всех после долгого ремонта. Теперь по ней можно прогуляться, расслабиться, полюбоваться различными окрестностями. А уж как эта часть улицы красива с высоты чуть ли не птичьего полета, на это стоит посмотреть. Реконструированная улица соединяет Каламая и старый город, а пешеходное движение выведено на поверхность и столь нелюбимого многими подземного тоннеля. На перестроенной улице пешеходам и велосипедистам предоставлено больше места, но хотя и у автомобилей тоже есть возможности для передвижения по улице, однако с очень низкой скоростью. Стоит сюда прийти и убедиться, что улица Вана-Каламая больше не является типичной городской улицей Таллина. Это новый выход из центра к морю. Такого в нашем городе раньше еще не было. Также местные предприятия и жители очень ждали открытия улицы. Стройка была продолжительной и усложнила жизнь тех, кто пользуется Вана-Каламая. Мы благодарны за понимание и надеемся, что самая современная и интересная улица Таллина станет отличным подарком после всех неудобств. Район, в котором проводились работы, начинается от улицы Нунны со стороны Томпуисты, проходит через улицу Вана-Каламая и заканчивается улицей Сур-Патарей. Построена новая площадь Балтийского вокзала, а также площадь перед зданием основной школы гимназии Густава Адельфа. Рядом с Балтийским вокзалом создан наземный переход, который можно использовать вместо подземного. Что думают сами жители близлежащих домов относительно нового внешнего вида улицы? В целом я рад. Мне бы хотелось больше велосипедных дорожек, потому что, мне кажется, велосипедная дорожка одна и узкая, если я правильно понимаю. И, может быть, чуть больше зелени. Я не знаю, может, когда здесь все растет, будет лучше. Деревьев там. А так вообще здорово. Превосходно. Немножко неудобно для транспорта, но все, что не делается, это чудесно. Я должна еще попривыкнуть, если честно сказать. Я здесь больше сорока лет живу, мне каждая кучка здесь знакомая, мне дети здесь выросли. И как-то я должна немножечко привыкнуть. Конечно, красиво. Конечно, все, что новое, все приятное, все красивое. Но нам надо немножко привыкнуть. В честь открытия улицы на ее территории прошел трехдневный фестиваль, на котором выступили знаменитые артисты, таллиннский полицейский оркестр, были проведены ознакомительные экскурсии и так далее. И, глядя на прогуливающихся по этой улице людей, почему-то в голове вспоминается променад на Рейдите, по которому любят пройти жители не только из ближайших районов, как, например, Лас-Наме или Кесклин, но также из других частей города. И можно с большой уверенностью сказать, что по количеству любителей прогуляться по красивым улочкам, Ванна Коломая точно обретет своих почитателей. Мы уже сейчас видим в первый день официального открытия, с каким удовольствием люди гуляют у этой улицы. И здесь есть все возможности для проведения досуга. Просто посидеть, отдохнуть или зайти в ближайшее кафе. Это, безусловно, порадует местных предпринимателей. Но еще раз повторюсь, что основная идея заключается в том, чтобы городское пространство, что называется, с волобок людей не просто пройти мимо, а оставаться, гулять и наслаждаться красотой города. Если же говорить про всю улицу целиком, то общая стоимость всех работ составила 9 миллионов 700 тысяч евро без учета налога с оборота. Но это финансовая сторона. Что же до эмоций, то сердце буквально замирает, когда по такой улице ты выходишь прямо к морю. Сергей Овченков, Петр Юльвайн, Виталий Савинский. Новости Таллина. Сегодня в 10 утра началось долгожданное заседание спецкомиссии по борьбе с коррупцией. Долгожданное, потому что, наконец, присутствовал премьер-министр Каякалос. Скандал, вокруг которого, связанный с займом и бизнесом ее мужа, был поводом созвать это заседание. Но начнет Михаил Владиславля свой сюжет с кадров прошлой недели, когда важные, авторитетные члены разных комиссий тщетно ожидали главу кабинета, которую они решили вызвать, как говорится, на ковер. Совместное заседание двух спецкомиссий по надзору за бюджетом и по борьбе с коррупцией прошло в минувший вторник. Тогда в повестке дня значилась тема «Послевоенная бизнес-деятельность с Россией». И на это заседание ждали премьер-министра, однако она направилась на закладку краеугольного камня в основании нового причала в Палдиске. Он будет выполнять и военные цели – принимать грузы союзников. Как объяснила сама Кая Калас, это мероприятие было согласовано полгода назад. А во-вторых, у каждой спецкомиссии есть свои полномочия, в рамках которых они должны действовать. А скандал с частной деятельностью премьер-министра никак не связан с комиссией по надзору за бюджетом. Но в конечном итоге стороны пришли к соглашению, как заявил председатель спецкомиссии Матт Хельме. В центре внимания будут ситуации с финансами премьера, с тем, какие доходы она декларировала, а какие, возможно, забыла. У нас нет никаких претензий, у нас есть желание понять, учитывая ваши финансовые возможности, могла ли у вас быть такая сумма и могли ли вы такую сумму одолжить. У нас есть ваши декларации интересов. Из них следует, что за пять лет ваш доход стал заметно меньше, чем та сумма, которую вы одолжили. Мы хотим понять, из каких доходов вы ее набрали. Вы утверждаете, что это накопление. Напомним, что речь идет о двух займах, которые Кая Калас через фирму Novaria Consult предоставила своему мужу. 350 тысяч евро в 2022 году и 22 тысячи в 2023 году. Причем первый заем уже возвращен. Кая Калас напомнила, что трудовую карьеру начала очень рано и работала адвокатом. Это был период приватизации, когда работы было очень много. Откуда у меня эти деньги? Если вы возьмете мою первую декларацию экономических интересов, которая показывает, каким был мой доход, когда я была адвокатом, то, насколько я помню, этот доход был в 9 раз больше, чем у меня, как у политика. Я работала 28 лет, из них 17 лет в частном секторе. Адвокатом я была партнером в двух адвокатских бюро. Также я была депутатом Европарламента. Все мои сбережения очень понятны и мне нечего скрывать. Вопросы комиссия задавала Кая Калас около часа. Но главный итог. На сегодняшний день Кая Калас в отставку не собирается. Михаил Владиславлев, Роман Васильев, Новости Таллина. Те, кто думает, что управлением города и его развитием занимаются исключительно чиновники из мэрии, глубоко заблуждаются. Город активно взаимодействует с различными учреждениями и организациями для того, чтобы улучшить городскую среду. И все самые сложные решения принимаются после консультаций и споров со специалистами из академических кругов. Так что оппозиция глубоко заблуждается, утверждая, что мэрии те или иные действия предпринимаются без учета самых компетентных мнений. О чем свидетельствует договор, о котором повествует сюжет Вадима Малышкина. Подтверждением того, что решения принимаются при поддержке компетентных специалистов, стало то, что Таллин вновь заключил договор о сотрудничестве сразу с несколькими высшими учебными заведениями. Делается это уже не впервые и имеет под собой весьма серьезные основания. Ведь современный город – это очень сложная система, для грамотного функционирования которой необходимы знания из самых разных областей. Хотя диванным специалистам по образованию или организации транспорта порой кажется, что они разбираются в таких вопросах лучше. Так что одно дело обсуждать проблемы на кухне или у телевизора, требовать вотомов недоверия и совсем другое – брать на себя смелость принимать трудные и на какое-то время непопулярные решения, без которых в будущем город не сможет функционировать. Прежде всего, что дает эта совместная работа – это научно обоснованное принятие решений в контексте развития города. То есть для того, чтобы принимать какие-то решения, в том числе и руководить городом, обязательно нужна поддержка научного сообщества. Сотрудничество с университетами и высшими школами будет иметь преимущественно три направления. Во-первых, научная деятельность и развитие, что включает интересующий город, базовые и прикладные исследования. Во-вторых, учебная работа, которая включает выделение городских стипендий тем студентам, которые рассматривают в исследовании важные для города темы. Третье направление – это коммуникация, включая совместные мероприятия, семинары и знакомство с новыми научными достижениями. Так, например, художественная академия проводит исследование системы указателей в столице, которую город намерен переделать. Если мы в целом говорим о знаках, которые у нас сейчас есть в городском пространстве, то узнать, что и где находится, удобно, находясь за рулем, то есть автомобилистам. Но если посмотреть на этот вопрос от лица других групп населения, например, пешеходов или велосипедистов, то эта система для них практически полностью отсутствует. Договор о сотрудничестве город заключил с Таллинским университетом и Таллинским техническим университетом. А также обновил действующие договоры с Эстонской академией художеств, Таллинской высшей технической школой, с Университетом предпринимательства Майнер и с Эстонской бизнес-школой. Кстати, сейчас в художественной академии выставлены работы студентов с семи различными вариантами реновации мустамяевских панельных домов. Так что результаты подобной работы каждый может увидеть воочию. Вадим Малышкин, Роман Васильев, новости Таллина. Лина Туровская посетила одно мероприятие с интригующим названием – Тест-драйв. За этим скрывается новость о том, что с сегодняшнего дня в течение месяца в Кадриорге с понедельника по субботу будет курсировать беспилотный автобус. Маршрут протяженностью 2 километра начинается и заканчивается у художественного музея Кумум. И авторы идей уверены, что отбоя от пассажиров не будет. Воспользоваться этим чудом современной техники можно будет во все дни недели, кроме воскресенья. Проезд, конечно же, бесплатный. Запуск такого автобуса – это небольшой эксперимент по использованию новых транспортных решений. Автобус очень симпатичный, компактный, едет тихо и плавно со скоростью 20 километров в час. В такое приятное, слегка дождливое утро, как сегодня, прокатиться на нем – одно удовольствие. Начало и конец маршрута на улице Мяя Кальда рядом с музеем Куму. Это не первые беспилотные автобусы на улицах Таллина. Но если линия в Мустамяя скорее делась ради эксперимента, то у линий в Кадриорге вполне практическое значение. Мы хотим, пусть даже частично, но посмотреть, насколько может такой автобус компенсировать отсутствие общественного транспорта. В данном случае трамваи единицы и тройки здесь в районе Кадриорга. Поэтому, хотя с внешней стороны все остается так же, как и было, на самом деле мы делаем шаг вперед именно с точки зрения использования этой технологии. Пилотный проект самодвижущегося автобуса реализуется в сотрудничестве Таллинского департамента транспорта и предприятия ОВТХОЮ. Предприятие занимается осуществлением проектов, связанных с экологичными способами передвижения в 16 странах. И доказало, что такой транспорт будущего хорошо принимается горожанами. Мы начинали производить этот автобус в 2017 год. И теперь у нас уже 24 автобуса. И в Эстонии у нас там 12 автобусов сейчас. И мы послали уже Японию 4 автобуса. И этот год Японию мы послаем дополнительно 12 автобусов. Даже Япония, которая считается образцом технического прогресса, закупает у нас такие маленькие симпатичные автомобильчики. Автобус рассчитан на 8 мест. В нем находится оператор на случай каких-либо трудностей. Бесплотный автобус будет работать с понедельника по субботу с 7.30 до 10.30. А также с 13 до 16 часов на круговом маршруте протяженностью 2 километра с интервалом 20 минут. Такая экологичная автобусная линия – еще один шаг в развитии зеленой стратегии Таллина. А использование подобного миниатюрного транспорта на узких улочках. Например, в старом городе, где трудно передвигаться общественному транспорту. Просто спасение для пассажиров. Лена Троцкая, Петр Юлевайн, новости Таллина. Но представители муниципальной полиции волнуют не столько автобус без шофера, сколько обычные виды транспорта, поскольку эта неделя тоже непростая. На разных сложных перекрестках можно с раннего утра и до окончания школьных занятий увидеть сотрудников муниципальной полиции. И это не случайно. Хотя 1 сентября и прошло, детишки после каникул еще не привыкли к пересечению дорог, не умеют рассчитывать скорость, а то и просто не смотрят на сигнал светофора. Прямо после дежурства к нам в студию заехал главный инспектор Таллиннской муниципальной полиции Анна Эльцер. Так что у нас есть возможность расспросить ее о ходе дежурств. Добрый вечер. Добрый вечер. Анна, как вообще проходит день и почему, несмотря на то, что 1 сентября у нас уже давно завершилось, по-прежнему мы видим сотрудников МУПа на перекрестках? Потому что у нас многие, кто вернулись из деревень, из отпуска, может быть, да, совсем забыли, как у нас там пересекаются у нас пешеходные переходы, что нужно считаться с другими участниками движения. У нас есть самокатчики, у нас есть велосипедисты, которые тоже используют пешеходные дорожки, да. И, конечно же, наши автомобилисты в большом-большом количестве. И все мы должны друг с другом считаться, быть внимательными, не торопиться, учитывать и погодные условия, и временные. Конечно, вот мы сейчас с утра именно были на посту, смотрели, наблюдали за этим движением, за безопасностью, делали замечания, как взрослым, так и детям, напоминали, как нужно пересекать пешеходный переход, в каких местах, может быть, на что обратить внимание. Ну и чтобы, наверное, взрослые не перебегали на красный, подавая тем самым не очень хороший пример детям. Мы должны быть образцом для наших детей, и в первую очередь должны смотреть на себя, на свое поведение, и уже тогда этим, как сказать, подавать пример детям, быть внимательными. И, безусловно, да, эти моменты нужно учитывать. Я сама мама двух детей, у меня дети... Довали ли вы им наставления? Обязательно, да. Сегодня мой рабочий день начался раньше обычного, поэтому логистический вопрос был в семье обсужден. Дети пошли сами, были научены. Когда-то мы проходили весь этот маршрут, именно все проговаривали, просматривали. Это очень важно, чтобы была именно эта работа тоже в семье сделана, и со взрослыми людьми. Многие ребята тоже приезжают в школу и на велосипедах, и особенно на самокатах, а некоторые даже и вдвоем, да еще и с портфелями. Обязательно, конечно, те, кто пользуются самокатами и велосипедами, обращали внимание и вот и первого числа, и сегодня тоже, что все-таки, конечно, первая необходимость – это шлемы. Безусловно, нужно ходить с транспортного средства, да, если мы пересекаем, скажем, перекресток, и когда водитель, возможно, где-то делает правый поворот, и также зеленый горит, например, и пешеходу, и оттуда едет быстро велосипедист, тоже могут быть какие-то недоразумения, и велосипедист не может быстро среагировать, и автовладелец, водитель. То есть все эти моменты нужно учитывать, с друг другом считаться. Особенно это актуально, это, конечно, во время час пика, вот когда у нас в основном это начало занятий везде в школах, это 8, 8.30, там с 8 до 9, и, конечно, наблюдается такой вот ажиотаж, такое вот торопление. Нервозность. Нервозность, да, потому что вот отпуска закончились, и понятно, что родители спешат на работу, и детям нужно вовремя успеть, потому что школа, может быть, в отличие от садика, это тоже более там систематизировано все, поэтому нужно считаться это все, учитывать, запасаться временем, и решать логистический вопрос, может быть, заблаговременно. И подавать, конечно, хороший пример. Хороший пример – это первое, да. Анна, спасибо вам большое. Будем надеяться, что вся эта неделя будет безопасной, в том числе и благодаря сотрудникам муниципальной полиции. Спасибо. Пожалуйста. А мы, в свою очередь, еще раз напомним, что с 1 сентября в центре Таллина аренда электросамокатов предприятий «Боут» и «Туль» может быть завершена только на специальной парковочной зоне. В центре города создано 126 специальных парковочных зон для арендованных электросамокатов. Теперь их использование становится обязательным. Но на чем бы ваши дети не добирались в школу, главное – это их безопасность. И в этом им поможет муниципальная полиция. В чем нас и заверила главный инспектор Таллинской муниципальной полиции Анна Эльдер. И к другим темам. Сентябрь уже в девятый раз объявлен месяцем эстонской еды. По всей стране организуются вкусные и познавательные мероприятия, фестивали и ярмарки еды. Также можно будет поближе познакомиться с работой производств продуктов питания. Еще одна важная тема месяца эстонской еды – разумное и экономичное потребление. Организаторы особенно хотят обратить на это внимание жители Эстонии, ведь ежегодно домохозяйство производит в среднем 61 килограмм пищевых отходов на человека, из которых 26 – пищевые потери. Месяц эстонской еды проводится для того, чтобы напомнить всем нам о том, какие у нас качественные, изумительные и экологичные продукты, а также о том, что нужно дорожить местным производством и культурой питания. Почему надо отдавать предпочтение эстонской еде? Здесь есть несколько аспектов, например, экологичность или скорость доставки, ведь местная еда быстрее всего доходит до потребителя. Кроме того, приобретая эстонскую продукцию, мы поддерживаем нашу экономику. Согласно исследованию, проведенному пару лет назад, одно домохозяйство в год производит около 70 тысяч тонн отходов, из которых 40% составляют пищевые отходы. Петер Пихель, представитель вкусов Эстонии, поделился секретами составления семейного меню с нулевым количеством пищевых отходов. Необходим в список покупок недельное меню освободить одну полку в холодильнике для тех продуктов, которые прежде всего нужно съесть. Также нужно найти специальное место для сухих продуктов. Если начать с этого, то можно практически избавиться от привычки выбрасывать еду. Конечно же, не у всех есть силы и время для того, чтобы составлять меню и придумывать рецепты безотходных блюд. У современных людей иногда нет даже времени, чтобы об этом подумать. Но, например, использовать очистки от картофеля или моркови или совсем их не чистить – это ноу-хау доступно каждому. Или просто не выбрасывать мусорное ведро продукта, у которых совсем недавно вышел срок годности. Если действительно вы почувствуете, что может быть этот продукт не такой свежий, тогда перерабатывайте. Просто делайте из него готовые блюда. И что надо вспоминать в первую очередь, что эстонское пищо всегда свежее, чем импортные продукты. При разумном и экономном потреблении и денег на прекрасную местную еду хватит, и варварская привычка выбрасывать продукты пропадет. О мероприятиях месяца эстонской еды и о том, как перестать выбрасывать продукты, можно узнать на сайте estitoid.ee. Лендуровская, Лиза Тупиц, Петер Улевайн. Новости Таллина. Десятки мероприятий, семейных праздников, выставок, концертов, экскурсий, спортивных тренировок и детских утренников. Все последние месяцы самый крупный столичный район Лас-Наме отмечал 30-летний юбилей. Его кульминацией стал воскресный концерт, на котором побывал Илья Бань вместе с нашей съемочной группой. Концерт на водной сцене, которая была украшена водными экранами, а также зрелищное лазерное шоу, не оставили равнодушными жителей района и приехавших со всей частей Таллина гостей. Некоторые из них добрались Лас-Наме впервые и ничуть не пожалели. Да и многие стереотипы, которыми, к сожалению, еще живут некоторые обитатели других частей города, были полностью разбиты. Праздники такого размаха бывают нечасто. Поп-звезды Укусувисты и Карл Эрик Таукар выступили со своими музыкальными группами. Слышны были и популярные песни на русском языке в их исполнении. Мне очень нравится то, что наш район развивается, и мы стараемся вкладываться, действительно, и моя команда, и я лично, и наши жители. Это самое главное, потому что мы не делаем нашу работу сами, не придумываем, не берем из неба. Мы действительно общаемся с жителями, постоянно в контакте. На праздник пришло очень много гостей, прежде всего жителей самого Лас-Намя. Не сговариваясь, они отметили, что в районе происходит много интересных событий, и то, что Лас-Намя стал намного комфортнее для проживания. Выглядит свежим, очень много для детей сделано площадок, для собак даже. То есть, знаете, что, Тони-Тони-Раба-Парк чего-то стоит, сейчас по идее очень круто сделали. И коммуникация хорошая, все шаговые доступности. Так как я сам здесь живу в конце Лас-Намя, я могу отметить, что сообщение с центром хорошее, в магазину школу далеко ходить не надо, все рядом. Мне нравится то, что здесь происходит очень много событий, очень много мест, где побывать, с друзьями тоже. И вообще, очень классный район. Лас-Намя мне очень нравится. Я купил квартиру буквально недавно, тоже опять же в Лас-Намя. Буквально здесь недалеко, потому что район очень перспективно развивается. Парки, скамеечки везде есть. У нас прекрасная старейшина. И всем рекомендую приезжать в Лас-Намя. У Лас-Намя богатая история, интересная и динамичная настоящая. Но через 5-10 лет можно будет с еще большей гордостью в голосе сказать «Я живу в Лас-Наме». На этот счет планов у городских властей предостаточно. Мы продолжаем строить велосипедные дорожки, мы продолжаем приводить в порядок имеющуюся инфраструктуру. Конечно же, жители ждут бассейн, и мы делаем все для того, чтобы он появился в нашем районе. И помимо этого запланировано еще множество других объектов, которые будут обслуживать наших жителей. Я надеюсь, что у нас все получится. Подтверждение этих слов сегодня стало известно, что управа района возобновляет традицию встреч во дворах Лас-Намя. Так называемые дворовые встречи уже не раз доказали свою важную роль. Многие из проблем, которые на встречах со старейшиной района озвучивают жители, оперативно решаются. Ближайшие встречи намечены во дворах улиц Катусе-Паппе, Киви-Мурру, Пасеку и Калевипоя. Не пропустите. Илья Байн, Виталий Савинский. Новости Таллина. Предстоящей ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от 12 до 14 градусов тепла. Завтра днем облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6,11 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 21 градуса тепла. Ночь со вторника на среду облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 4,10 порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 11 градусов тепла. В среду днем будет небольшая переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 5-10, порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. В ночь на четверг ожидается ясная или с небольшой облачностью сухая погода, ветер северо-западный 3-7 метров в секунду, температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. В четверг днем сохранится преимущественно ясная погода, ветер с западных направлений 2-7 метров в секунду, температура воздуха плюс 16, плюс 17 градусов. А теперь после прогноза синоптиков мы можем с вами попрощаться до вторника. Поскольку все приготовленные на сегодня сюжеты исчерпаны, программа новости Таллина и я, Екатерина Плехова, с вами прощаемся до завтра, чтобы рассказать о событиях уже следующего дня. А пока всего доброго и приятного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok